Агент-прокуроры 13 американских штатов и округа Колумбия подали в суд на ТикТок. Они обвиняют соцсеть в нанесении вреда детскому ментальному здоровью, пишет The Washington Post. В иске содержания, которого приводят СМИ, говорится, что алгоритмы ТикТока якобы способствуют распространению контента, который может вызвать у молодежи тревогу и депрессию. Претензии есть к автовоспроизведению роликов, заставляющих молодежь смотреть ленту без перерыва. Представители платформы же категорически не согласны с обвинениями. Там подчеркнули, что ТикТок предлагает надежные меры безопасности для подростков и их родителей. Добавлю, ранее заблокировать ТикТок в Казахстане потребовал сенатор Геннадий Шиповских. Он также озабочен психологическим состоянием несовершеннолетних. По мнению депутата, некоторый контент в ТикТок может негативно влиять на поведение детей и привести их к ложным идеалам и зависимости. К примеру, он привел Кыргызстан, где платформу уже запретили. Необходимо рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в ТикТок с телефона родителей. В противном случае просим заблокировать платформу ТикТок в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровья и моральных ценностей граждан страны, а также к снижению распространяющихся среди молодежи опасных привычек.